Сегодня мы поговорим про навигацию То есть все ближе и ближе к проектированию В его прям прямом понимании То есть как спроектировать страничку, контрольчик Что из чего выбрать Как понять круто это или не круто И начнем мы прямо с навигации Потому что навигация это одна из самых важных вещей Потому что если вы помните мой рассказ про магазин ОК Если я не понимаю как там перемещаться И как мне туда попасть Очень быстро желание разбираться в этом у меня отпадает Если у меня к этому есть какие-то альтернативные решения Дело в том, что навигацию делают зачастую как хотят Это пример реального сайта с какой-то своей новомодной навигацией На дрибле можно найти очень много примеров Особенно если это делали дизайнеры Вот они решили, что полоску меню мы сжахнем посередине Здесь какие-то отдельные странички В принципе это клево, красиво На дриббл метапе можно рассказать еще где-нибудь Но пользоваться этим скорее всего не очень-то и удобно Поэтому прежде всего я вам расскажу 7 по-моему пунктов Что, ну какие задачи должна выполнять навигация Какие инструменты для этого есть Это все может вам показаться какими-то супер очевидными вещами Потому что я когда-то писал статью на Хабре по этому поводу И в принципе все оттуда издернул Да еще второй раз же я не буду придумывать Поэтому еще раз, да, я расскажу про инструменты И зачем все это надо Смотрите, самая первая задача Которая есть в навигации Это человек должен как-то попасть на ваш сайт Попасть на ваше приложение Чтобы начать хоть что-то в нем делать Какие для этого есть инструменты? Первое это переход из поисковой системы Он взял, вбил там туда билеты на Сапсан И как-то должен найти вас в поисковой выдаче Очень часто на то, как выглядит поисковый сниппет Люди забивают Особенно вот супер-пупер стартаперы Им все равно, друзья узнают И, конечно, наш проект рванет Но то, как выглядит ваш сайт, ваше приложение Именно вот в этой поисковой штуке Либо в маркете В андроидном, либо в ios Какие скрины его туда повесите Это часто, грубо говоря, является основополагающим критерием Нажмет человек на вашу страничку Либо на следующую Если у вас не узкоспециализированная какая-то штука Второе – это имя сайта Имя сайта – это чаще всего Ссылка, допустим, веб Либо название приложения Если у вас название приложения Созвучно с еще сотни таких То, сами понимаете, чем это чревато С названием сайта все то же самое Если вы маме по телефону будете диктовать ссылку В зависимости от того, из чего она у вас состоит Напрямую зависит вероятность того, попадет она на ваш сайт Либо на какой-то соседний Например, вот у одноклассников Вы можете попасть на одноклассники через ok.ru Одноклассники с двумя S Одноклассники с одной S Специально для тех, кто в школе учился не очень То есть мы обложились со всех сторон Я не знаю, даже если через А, наверное, написать Тоже можно приехать Дальше есть так называемая ссылка на внутреннюю страницу Это чаще всего, когда вы перешли на карточку, допустим, товара в интернет-магазине И решили отправить ее своему другу, жене, кому угодно посмотреть Часто эти ссылки выглядят довольно монструозно С кучей каких-то процентников и прочего шлака Где по виду этой ссылки вообще непонятно, куда вы сейчас попадете А сейчас кругом страх и обман Деньги отожмут, все пропадет Вот скайп взломают, все пропало У нас тут раз сегодня был такой инцидент От одного из менеджеров пришла всем в скайп ссылочка Некоторые даже понажимали Что крайне не приветствуется Поэтому идеально, если ссылка на внутреннюю страницу При виде ее человек со здравой головой мог вообще понять, что его там ждет QR-код Вы наверняка все знаете, что это такое И какое-то время назад это было довольно распространено Сейчас, мне кажется, уже сошло на нет Когда в чудесной картине из кучи черных квадратиков зашифрован переход Либо какое-то послание В принципе, это удобно, если вы хотите разместить ссылку в каком-нибудь метрополитене Либо в автобусе Вы такие хопа считали и перешли Потому что вбивать вручную название не очень-то Вы знаете, что на мобильном устройстве самое жесткое, что можно сделать Это вводить символ Но QR-код, как мне кажется, отчасти не пошел Потому что для его использования нужен был отдельный инструмент Вам на мобилку надо было поставить приложение, которое распознает QR-код Это немного ломает привычную схему работы человека Когда ты запустил браузер и там перешел по ссылке Вот если браузер встроили в фотокамеру и быстрое распознавание Мне кажется, это бы пошло лучше, а может быть и нет И если мы говорим о мобильном приложении Когда оно попадет к вам на телефон Оно затеряется среди примерно, я не знаю, по сколько у вас стоит Ну, по 50 приложений наверняка у каждого стоит И человеку надо вот в ряду одинаковых зеленых и красных иконок найти вашу Это к тому, что она должна как-то отличаться Выгодно, невыгодно, не знаю Но человек, если захотел вас найти, должен быстренько это сделать Чем дольше он это делает, чем больше он начинает беситься Как вы помните из предыдущих наших лекций Тем он уже подогреть и попадет к вашему приложению Допустим, счастье случилось Человек ворвался на ваш сайт Ему нужно понять, куда он попал Что отвечает на вопрос, где я нахожусь В первую очередь, это логотип И раньше, ну, очень часто был такой паттерн Когда логотип в левом верхнем углу И он является одновременно ссылкой на главную страницу Это то, к чему многие привыкли Все используют, клевая штуковина Заголовок страницы То есть не надо бояться прямо на странице писать, что на ней находится Многие это упускают И если вы, допустим, перемещаетесь между вкладками Возвращаетесь и не всегда можно понять, где вы находитесь Даже у нас в Одноклассниках есть такие Как вам сказать? Похожие layout'ы, в которых можно легко запутаться Вы думали, что это сообщение, а это обсуждение И наоборот Выделение текущего пункта меню каталога Это тоже то, на что часто решают подзабить И этим грешат дизайнеры Например, у меня в проекте сейчас есть такая проблема Что мы все сделали такое белое православное И сереньким выделяем пункт меню В котором вы сейчас находитесь Ну, в моем случае это в левой колонке Расположено обсуждение Вы нажимаете, справа оно разворачивается красиво Проблема в том, что все дизайнеры у нас сидят с макбуками С клевыми такими дисплеями Ретина, у них все видно шикарно Когда это смотрят наши бухгалтера Либо ребята в институте в Саратове С своими мониторами и ЛТ-матриц Они как бы не очень отличают белое от серого Потому что они плохо видят А потому что монитор не способен для такой цветопередачи И у них возникает диссонанс Они не понимают, где они находятся Это очень тяжелый случай Поэтому не стесняйтесь выделять мощнее Мне пока, к сожалению, не удается продвинуть это решение тоже Мы сделали рыжую полосочку Но ее все равно никто не видит Я не знаю, придется заливать все рыжим Как-то с этим бороться И хлебные крошки Я не знаю, даже сейчас они, Виктор, как в ходу, нет? Ну, Миш, на самом деле это же один из подходов Понятно, что... Просто раньше... Например, не используют Да Раньше они были везде Ну, в большинстве случаев встречались везде Но сейчас я их вижу все меньше и меньше Но это возможно из-за эволюции вообще дизайна Когда сейчас делают все на одной странице И у вас вложенность минимальная какая-то Но они очень хорошо помогают разобраться Если вы в каком-то крутом, большом каталоге Где чисто, ну, четко написано категории По которым вы перешли И вы можете там скакнуть на пару пунктов назад Сделать все, что угодно И помимо вот информационной составляющей Он является элементом навигации, как по переходу Будь здоров! Видите, правда, значит Мощь есть, хлебные крошки – дело Третий пункт – попасть в личное пространство Личное пространство может быть Как отдельной составляющей сайта Мощной, например, вот в Одноклассниках Если вы не авторизовались То мы вам, конечно, что-то покажем Какие-то темы, что-то еще Но это очень куца У вас нет друзей Нет того, ради чего ходят в социальные сети Как только вы авторизовались Вы попадаете в рай Все, кругом веселые люди Интересные обсуждения Мы про вас что-то знаем Подсказываем вам интересный контент Поэтому у нас при входе на главную страницу Если вы не авторизовались Все внимание уделено Там большая картинка, которая создает у вас благостное настроение И форму авторизации Чтобы вы не начали, не дай бог, смотреть какие-то темы Не авторизовавшись А чтобы вы прошли внутрь и кайфанули там по полной То есть это если мы говорим о том, что после авторизации Целиком меняются вообще виды представления Приложения, либо сайта Под личным пространством Также можно подразумевать Корзину, либо личный кабинет Тут не обязательно даже авторизации Если вы на Яндекс.Маркете складываете какие-то товары в корзину То вам не надо авторизоваться Вы можете туда попасть Посмотреть, что вы наскладывали Либо там есть такой клевый инструмент, как сравнение Когда вы взяли, там 5 пылесосов посравнивали И тут важно, чтобы ссылка на это сравнение была Вами найдена, когда вы захотите туда попасть Там рядом с каждым товарищиком Потом вы можете увидеть, перейти к сравнению Когда вам надоело Это, во-первых, создает некое Как вам сказать, силу притяжения для человека Если вы что-то поскладывали там в сравнение Вы уже привязали себя к этому сайту Вам что-то надо дальше с ним поделать Как-то повзаимодействовать То есть любое личное пространство Оно нацелено отчасти на то, чтобы удержать человека Когда у вас где-то есть что-то свое Это всегда приятно Еще одна задача, с которой не всегда хорошо справляются Это получить актуальную информацию Я сам с этим довольно часто сталкиваюсь Когда ты заходишь на сайт И ты даже не можешь понять, это вообще про Питер или про Москву Самый простой способ для меня определить По номеру телефона Я чаще всего так делаю Но когда там стоит 8800, то это вообще топор Ну, приходится, в общем, прикладывать какие-то усилия Чтобы понять вообще Это предложение действительно для Москвы Или в Петербурге я могу им воспользоваться То есть выбор региона Сейчас многие делают, например, юмор Если вы заходите, он сразу спрашивает Вы в Москве? Все время меня спрашивают И он каждый раз говорит Нет, я в Петербурге Он такой, ага Выглядит не очень Но зато хоть каждый раз я попадаю в Петербург На мегафоне очень много где так сделано Уточнение деталей и подсказки Это о том, что не стоит эту информацию куда-то далеко прятать Если есть какие-то особенности, связанные с, например, формой оплаты То есть, если вы когда-нибудь покупали телефон на сайте, я не знаю, там, Light Mobile Либо где-то еще У них по безналу всегда дороже, чем за наличку И часто об этом можно узнать Только приехав в магазин, он говорит А, у вас по карточке, ну, тогда на 5 тысяч дороже Господи, прости Там, ну, не на 5, но нормально там накручивают они за это Я не знаю, почему так Наверняка это связано как-то с тайными бухгалтерии Но суть в этом Фильтры Если вы что-то накрутили Это должно быть явно отражено То есть, вы должны понимать, какую информацию вы перед собой видите Потому что, если вы сузили область отображаемых объектов своими фильтрами До того, что их там всего два А завтра с утра решили еще посмотреть Вам важно напомнить, как-то дать понять, что у вас здесь все отфильтровано Боже, боже, не горю И они всего за ночь осталось два отеля вместо 50 Пятый Это ознакомиться с содержимым С тем, что вообще представляет ваш сайт В основном это задача главной страницы То есть, когда вы представляете людям анонсы всего, что вы можете предоставить Если у вас более широкий спектр услуг, чем, например, там те же самые билеты на САПСА То есть, часто это какие-то дашборды Это можете посмотреть на любом сайте какого-нибудь крупного продавца одежды Всего чего угодно Там ламода какая-нибудь Менюшечки зачастую, да, могут вам многое сказать о том, что здесь есть И какие-то галереи, списки, все что угодно То есть, вы должны понимать, что человек всегда будет смотреть и в какой-то мере принимать решение о том, работать с вами или нет Потому что вы можете ему предложить Если у вас есть доставка, то не надо ее показывать только после того, как вы заполнили уже корзину Человек должен пойти, спокойно посмотреть, что да, доставка есть, все клево Соответственно, списки, там мы делаем также фильтрацию, все что угодно Еще одна интересная задача Это если у вас есть хоть какие-то выходы в офлайн Либо с вами можно связаться Это человек должен как-то найти вас Как-то добраться, уточнить, задать свои любые вопросы Кажется, это просто мега очевидная вещь Если ты что-то продаешь, повесь телефон так, чтобы он всегда был виден Если вы пойдете на 50% сайтов веселых ребят, которые открыли очередную мастерскую по ремонту Apple Вы заходите, у них телефон есть Как только вы подскролили, куда-то провалились, телефон пропадает Ну то есть его можно найти в разделе контакта, но его нет перед глазами Это капец как плохо Потому что нет ничего страшного в том, чтобы прибить шапку, да, как вариант И все время держать там телефон, написать Звони, не бойся, добрый мальчик тебе все расскажет И все такое Про карты есть даже, там тоже отдельную статью можете найти Как правильно делать, если к вам нужно прийти пешком Там хороший тон писать, как добраться на метро, как добраться на автомобиле Что там с парковкой, куда звонить, в какую желтую дверь стучать И несмотря на то, что сейчас уже вовсю все пользуются мобильными До сих пор многие не думают о том, как это будет выглядеть на мобильном устройстве Потому что когда вы подъезжаете и решаете уточнить, как же мне туда ворваться А вы не можете разглядеть на мобиле ничего И если это еще примерно в такую же погоду, когда руки замерзают очень быстро То желание туда обращаться Ну в общем, любовь как-то к этому очень резко снижается Это все тоже основано на личном опыте Я пару раз сталкивался с такими кейсами Это ужасно Задача номер 7 И, наверное, одна из самых важных Это если вы не с обзорной экскурсии пришли на сайт А вам надо найти что-то конкретное То есть вот у вас же есть какая-то цель Там задача Для того, чтобы найти что-нибудь Есть два основных инструмента Это поиск и рубрикатор Поиск многие стараются делать поменьше и запихнуть его подальше А часто это обосновано тем, что мало у кого он нормально работает То есть вроде его надо сделать, там сказали сделать хорошо Но его же программисты сделали Поэтому там все не очень Про рубрикатор мы поговорим сейчас сильно подробней Но у меня, знаете, я поиск несколько раз искал по Ctrl-F Когда приходится поиск искать через внутреннюю тему поиска Это не очень хорошо Есть люди, которые начитаются в статье о том, что в гугле же, знаете Можно искать просто по словосочетанию А можно подобавлять там кавычек со всех сторон Какой-нибудь минус, плюс Наворотит это тоже в свою поисковую штуку И в итоге это мешает обычным смертным Которые ищут 2 плюс 2 И не могут найти ответ, например А попадают на всю эту ерунде По поводу рубрик Важно, чтобы они назывались на том языке На котором человек разговаривает И это не значит, что это должен быть русский и английский А это, к слову, терминология Которая в каждой области своя И несмотря на то, что, например, если взять Какое-нибудь, не знаю, предметы для кулинарии Там есть всякие чапельники, шумовки Которые, ну, так сказать Просто так и не узнаешь, что это такое Без какой-нибудь сопроводительной картинки То есть, если вы не уверены То на помощь всегда придет Какой-нибудь визуальный образ Где вы сможете подсказать Опять же, человеку определиться С тем, на что он вообще смотрит Туда ли он отправился Еще есть такая штука, как Вложенность Когда у вас категория, категория, категория Ну, вы все знаете, да, что это такое Тут важно, чтобы вне зависимости от Типа товара, например Последность была одинаковой То есть, сначала есть группа Допустим, там сковородки Дальше есть материал, из которого она изготовлена Чугун Дальше вы даете объем И там третьим идет Уже непосредственно модель То для чайников работать должно точно так же А не начинаться с того, что он электрический, например Это просто позволяет Да, человеку Построить у себя в голове Какую-то ментальную модель Понять, как у вас что-то устроено И рубиться в эту сторону Сложные каталоги называются сложными Не потому, что Их сложно сделать Но и от этого, к счастью Но потому, что в них иногда довольно сложно ориентироваться Это юмор, в который Я, ну, еще могу сказать про себя Да, я пользуюсь здесь поиском Спокойно ввожу что-то в поисковую строку И дальше уже из предложенных рубрик по поиску Выбираю что-то релевантное Но все равно для ознакомления они мне показывают Что у них есть вот нереальный набор всех этих товаров И один из больших вопросов Который ставит перед проектировщиком Не только интерфейсов, но и вообще Все этой системы базы данных Как создать эти рубрики? Как понять, какие предметы Какие, грубо говоря, единицы Формировать в какие группы И как их называть, чтобы люди понимали Здесь есть, безусловно, какое-то Ограничение на их количество вменяемое Но, вот, например, мобильные телефоны делить Делать группу мобильных телефонов Там GSM и CDMA Если CDMA еще остались Либо достаточно одной группы мобильных телефонов И как их вообще называть Мобильные телефоны, либо там переносные аппараты Для этого есть методика Которую я вам сейчас расскажу И мы даже попробуем Правда, не знаю, хватит ли у меня На всех, наверное, не хватит простаточного материала Но мы все равно поиграем в веселую игру Называется карточная сортировка Это довольно трудоемкий процесс Если вы захотите им заняться самостоятельно В том плане, что многие считают Что, ой, так тяжело, такой геморрой Да мы сейчас сами придумаем рубрики Ничего плохого в этом не будет Хотя вы сами увидите сегодня Что ничего суперсложного в этом нет Заключается он в том, что Приглашаются люди из числа потенциальных пользователей Сегодня это будете вы Которым выдаются карточки На которых написаны наименования Которые будут являться конечными товарами Вот там сковородки, все что угодно И предлагается вам Разделить эти карточки на то количество групп Которые вы считаете нужным И как-то назвать эти группы Соответственно, в обычной ситуации Приходит человек, ему вываливают 100 карточек Он сидит сейчас, сгребает их в кучке Каждую кучку как-то называет Таких людей зовется Н-ное количество В итоге вы смотрите пересечения Ну вот в какую группу Чаще всего попали одни и те же товары Значит, ну вот если все туда их поместили Клево сходится И выбираете название Которое чаще всего встречалось Либо вообще понимаете Хотя бы в какую сторону люди думают Как они группируют эти товары По каким принципам Мы с вами сделаем карточную сортировку Для вот такого веселья Которое называется подарочки Это пример подарков Которые вы можете в социальной сети Подарить друг другу Это пример у меня из фотостраны Там просто их было не так много В одноклассе, как мы сейчас ехали И обсуждали Я бы никогда вам не напечатал Такого количества подарков Которые у нас есть Суть в том, что когда вы хотите подарить Девушке, молодому человеку подарок Вы жмете подарить подарок И вам надо как-то его выбрать Естественно, есть полотно Где они вывалены все И есть слева, либо справа Рубрики, подсказки Вот я вам выдам сейчас Пачки подарков И хочу, чтобы вы мне сделали из них Ну, поделили их на кучки Кучек может быть от трех до пяти штук Это просто ограничение Чтобы мы не упоролись здесь До восьми вечера этим заниматься Соответственно, вам надо будет придумать название Для каждой группы И еще один такой немаловажный момент Я прошу вас в каждой группе Выбрать три самых дорогих И три самых дешевых подарка Здесь дело в том, что Эти подарки для нас Ну, даже не для нас Для создателей Примерно равноценно То есть вы понимаете Что нарисовать букашку Или нарисовать там букет Вот этих цветов Это не сильно разнится По стоимости дизайнера Но когда мы будем продавать это людям То есть человек должен купить Уметь возможность купить Дешевый подарочек И иметь дорогой Вот у меня представление о том Что, например, трусище Должны быть капец дорогие А вы можете мне все сказать Нет, они по рублю И тогда я встаю на вашу сторону Потому что вы же будете покупать Понятно, что если у вас в голове Есть стереотип, что трусы по рублю Вы постой их не купите Это естественно А вот это вы мне скажете Дорогая бутылка А она за 100 рублей Отлично Все сошлись Сделаем по соточке Это прям дичь Нет, это дичь Это чисто дичь Не надо, это отдельно Может сюда? Кофе это ты где? Это романтика Да, да, да Давайте сюда к дичи Мне кажется, это к машинке Может сюда? Да в дичь добавь Нет, это сюда Это типа музыка Да, в дичь Дичь? Да Это в дичь Какая-то неизвестная дичь Непонятно Сюда Прямо рубрика будет Дичь Да Больше всего совпадений У нас по двум группам Это 8 марта Которые мы не будем называть 8 марта По понятным причинам Потому что у нас Очень много праздников А нам надо Зарабатывать не только в этот день Поэтому мы берем цветочки Букеты Вот это рабочее название И теперь Принесите мне Три самых дорогих цветочка И три самых дешевых цветочка Веники Мусорку сразу Эта корзинка есть у всех Есть Но практически Ну вот это Крубо говоря Получается, что с этим мы не определились А вот здесь вот есть три попадания В такой букет веселый И розы в корзине Тоже все сочли дорогими По дешману пройдемся Дешевая есть ромашка Есть букет из ромашек И вон три штуки их Вот этот подарок был Один из самых дорогих На фотостране Пока мы не сделали Такую же фигню у себя Честно вам скажу Еще никто не покупает Букет из ромашек Там же их много Дорого стоит А на мониторе Понимаете У них одна цена Вот там картинка Вот такая По размеру у нас не отличались И потом мы сделали его дешевым Пошло получше В принципе Так это и работает Понятно, что при Совсем хорошем подходе Это занимает гораздо больше времени Вы такие все вдумчивые И когда человек один У него нет вот этого Буйства фантазии И желания назвать Категорию ГКЩП И прочей ерундой Смотрите Да я же не говорю, что она плохая Вообще Как нища Но ты же понимаешь Что до жизни Это не дойдет никогда Ну это знаете Вот есть ВКонтакте Есть ВКонтакте Хорошо Хорошо быть студентом Когда ты свято веришь В то, что это клево И поэтому это возьмут Но нет Потом В нашей секции Маленькие секретики без записи Я не расскажу почему Смотрите После того, как проводят Карточную сортировку У вас есть Ну обычно Действительно Какой-то набор Названий для категорий И элементы Которые вот Совпали Примерно как у нас по цене Точно так же Если бы я взял Посравнивал цветы Но я уверен, что Вы плюс-минус Цветы все собрали одинаково Да Мы бы их туда поместили И есть такой метод Как обратная карточная сортировка Когда вы зовете Других людей У вас уже есть Название категорий И вы Грубо говоря Вот процедура Здесь специальная Чтобы ничего не забыть Написал Пользователю показывают Детальный макет На котором пронумерованы Объекты Задают серию вопросов Где вы станете искать Информацию о том-то или том-то То есть ему показывают Букет Картинку в нашем случае И спросили бы В какой категории Ты станешь искать этот букет В разделе Цветы ГКЦП Для него Либо любовь Вот здесь могут быть вопросы Потому что цветы могут попасть И в любовь И в цветы Он скажет Ну скорее всего там Скорее всего здесь Да Это просто метод Проверить Вот это То что вы сделали Что там не произошло Какого-то За шквара И что-то не прошло Не прошло там Случайно Потому что ну вот Реально вы взяли всех Из одного Камеди Клаба И все решили Пошли одинаково Соответственно После этого У вас у самих Возникает какая-то Уверенность Что вы все сделали нормально И опять же Не потому что Вот вы так решили А потому что Действительно Это были живые люди Которые что-то поделали За это даже можно Не платить деньги Потому что Видите Это весело Задорно Карточки порезать Ну Не так долго На них можно Ничего не рисовать А написать там Утюг Давай спрашивай Один подарок Может быть Несколько категорий Теоретически Да Никто тебе не запрещает Так сделать Ты можешь букет Запихать туда И туда Полонологически Да Так же делают Я думаю И в Йолмарте Где-нибудь еще А кстати По поводу Йолмарта И других магазинов Я тут Я посмотрел Сайты Да Посмотрел сайты Как раз Интернет-магазинов Чтобы проверить Используют ли Хлебные крошки Ну в общем Да Как бы и косметика И NVIDIA Например Они до сих пор Активно используют Хлебные крошки Ну как бы логика их Ну единственное Что они немножко Там отличаются По виду уже Но логика их понятна Да Чтобы человек мог Если что Безболезненно И просто вернуться В материнскую категорию Просто не нажимая Кнопку назад В браузере А сделав это С помощью инструментов Сайта Но да Некоторые отказались Сделали вложенность Всякие поп-апы С товарами Как Яндекс.Маркет Например И соответственно Как бы Не используют Уже этот инструмент Смотрите Дальше мы пойдем Чуть более подробно Разбираться С различными Популярными элементами Которые встречаются В интерфейсе Есть такая Классная штука О которой мы уже Сегодня говорили Как фильтры Это Два скриншота Один По-моему С Юлморта Второй С Яндекс.Маркета Где посередине Выдача пылесосов В Юлморте Фильтры слева В Яндекс.Маркете Фильтры справа Внимание Вопрос Где размещать Фильтры Слева или справа Справа Слева Ответил Аргументирую Такая схема работы Лично я Например Сразу На право Смотрю Ты же сказал Слева Нет Или ты сказал Справа А что важнее Фильтры или товар Товар Поэтому слева Поставить Потому что Мы слева На того что Товар еще Найти на Но он будет Перед глазами А фильтры Удобно Справа Но удобнее чем Я бы сказал Что мы просто Привыкли к тому Что всегда Товар На слева Ну вот смотри Это два Самых популярных Яндекс.Маркет И Юмор Это у одних Слева У других Справа Как думаешь Где дураки Работают У каждого Слева Мне кажется Нет Налево Ну вы же понимаете Что это провокационный вопрос Нет Дело в том Что все равно Где они Слева Или справа А теперь зайдем На Амазон На ebay На Еще парочку Посмотрим Что везде Слева Фильтры Не зайдем У меня нет интернета Но я тебе уверяю Что я тебе найду Кучу примеров Где они Справа Проводились исследования Это не я придумал Просто тестировали Где слева Или справа Людям все равно То есть Это не влияет Никак на их работу Слева Фильтры Или справа Влияет одно Они должны быть В одном месте То есть Не может быть такого Что фильтр по размеру Слева А фильтр по цвету Справа И здесь Вы уже в принципе Прослушав прошлую Лекцию Виктора Должны Уметь дать ответ Почему так Почему фильтры Нельзя разносить По разным сторонам От товарчика Внимание направляется В одно место Да Дело в том Что у человека Есть такое понятие Как локус внимания Да У вас В вашей Зрительной И Как сказать Принимающей решение Части в голову Вы группируете Какие-то элементы Расположенные рядом И вы не можете Оперировать сразу Все видимые областью экрана Если вы работаете С фильтром Вам надо Вот сфокусироваться Вы слева Либо справа Все равно Главное в одном месте А не рваться Вот туда Сюда Туда Сюда Определенно В какой-то момент Если они будут разнесены Вы Потеряетесь И будет печаль беда По поводу того Почему они еще Должны быть вместе Тоже Витя говорил Что рассказывал Вам Есть такое понятие Как группировка Да Человек на подсознательном уровне Группирует объекты Он их может Группировать Как в какие-то фигуры Например Здесь Можете мне сказать Что это треугольничек Там Здесь два шарика Ну вот Давай Я могу пояснить Как раз Потому что Мы долго Логика такая Да Что На самом деле Как помните Мы говорили Что никаких Объектов-то Нету В мире И мы сами Собираем объекты Из визуальной среды И вот Группировка Это одно из правил Как мы собираем объекты То есть Грубо говоря Нам проще Видеть на экране Две группы По два шарика А не четыре шарика Вот Потому что Ну так проще Работать со средой Когда ты можешь Ее быстро Рассортировать На какие-то Там Псевдо-объекты И потом уже Действовать с этими Объектами Отдельно Если надо Уже внутри объекта Там эти шарики Обособить Ну соответственно Мы очень быстро Стараемся собрать Из Из-за Большой Цветастой Среды Переключай Да Ну нормально Я думаю Да Вот Собрать там Людей И там Всякие Вывески И все такое Вот То есть Как бы Мы из этих пятен Собираем Сами объекты Для того Чтобы нам было Проще с этим работать Этим же правилом Можно пользоваться В интерфейсе Естественно Здесь еще есть Такое следствие И тут Больше подходит Ну вот То слово Которое Веси велел У него брать Из презентации Но я все равно Произнесу Потому что у меня Она плотно сидит в голове Как теория близости Да Вы группируете Те объекты Которые расположены Рядом с друг другом Ну вот тогда Я просто скажу Что это на самом деле Подраздел Так называемый Гештальт психологии Которая Ничего не имеет Общего Со Всякими Гештальт терапиями И всем таким Как ни странно Хоть и звучит Одинаково И люди Которые изучали Гештальт психологию В начале 20 века Они Как раз и выявили Эти законы О близости Там Общей судьбе То есть Если там Объекты движутся Вместе То весьма вероятно Что мы воспримем Как один объект Например Стави птиц Вот Ну соответственно В интерфейсе Этим тоже пользуются При анимациях Например Анимируя Несколько объектов Совместно И таким образом Показывая Что это некая Единая группа Ну соответственно Как бы Помимо близости Используется И допустим Такой принцип Группировки Как Общая Как Группировка По схожести То есть мы Например Можем Сделать там Большое квадратное Меню Из которых там Какая-то Часть элементов Будет желтенькие Какие-то зелененькие Какие-то синенькие Пофиг И пофиг Что это Очень пестро Это понятно Что это В плане дизайна Плохо Но с точки зрения Визуальной Группировки Это позволит нам Разделить там Меню на Три группы В принципе Этим Там До Того Как Пошел Курс Дизайна На Минимализм Этим Активно Пользовались Вот То о чем Миша говорит Это как раз Популяризированный Артемием Лебедевым Подраздел Вот это Гешталь Психологии Который Говорит о том Что Близость Объектов Позволяет Их Воспринять Как Нечто Общее Как Либо Какой-то Общий Объект Либо Общую Группу Вот На этом Чудесном Фотоснимке Существуют Вместе Возможно Это Муж и Жена И видите Рядом С тетенькой Стоит сумочка Скорее всего Вы проходя мимо Понимаете Что это Не кто-то Забыл А что Она поставила С собой Рядом Хотя Нет Никакой Таблички Ничего Такого Не происходит Просто Вещи Которые Рядом Они Воспринимаются Как единое Целое Как видите Правильно Скал Есть Посложнее К чему Я все Это Веду Следующая Картинка Здесь Тоже Есть Чемодан Но Попробуйте Угадать Чей он Вот Мужика Который Сидит Либо Девушки Которые Закрывают Его Глаза И Еще Важнее Теперь Надо Определить Чей Мужик На Этой Фотографии То С одной Стороны Так Как К нему Ближе Другая Девушка Вы Можете Предположить Что Это Ее Мужчина Но По Взгляду У Женщины Справа Можно Подумать Что Возможно И Не Так То Не Всегда Элементы Которые Расположены Рядом Действительно Как Сказать Являются Единым Целым И Как Часто Это Бывает К чему Я Веду В Дизайне Иногда Вот Этот Эффект Работает На Плохое Восприятие Людьми Вот Пример Я Честно Не вспомню С какого Сайта Скорее С Ленты Ру Скриншот Новостных Колонок И Тут Есть Картинки А Есть Новостные Элементы Какие-то Понятно Что Эта Картинка Должна Относиться К какой-то Новости Так В связи С тем Что Расстояние Между Элементами Снизу И Справа Одинаковое Вы Можете Подумать Что Боксеры Относятся К Новостям Справа И Проводили Опять же Эксперименты Если Так Делать То Люди Склонны Ассоциировать Вещи Слева И Справа Быстрее В группу Чем Сверху И Снизу Вот У нас Тоже Пример Был Раздел Музыки На Фото Строне Где Мы Делали Группировку Есть Какие-то Сборники Онлайн Радио И Жанры Есть Заголовки Есть Квадратики Проблема В том Что Посередине Онлайн Радио И Непонятно К чему Относится К верховому Или К нижнему И Здесь Как Человек Подумал Так Он Отнес Я Еще Забыл Приложить Скриншот Раньше Я Этим Страдал На Сайте Два Берега Где Вы Убираете Пиццу Открываете Там Куча Квадратиков А цена Ровно Посередине И Вы Не Понимаете Это Стоимость Верхней Пиццы Или Нижней Мне Приходилось Скролить Наверх Там Я Понимал Логику Что Сначала Картинка Потом Цена И С Этим Знанием Ехал Вниз Именно Это Прямое Следствие Как Стоит Эту Группировку Воспринимать В интерфейсе Если Вы Не Хотите Чтобы Человек Путался Старайтесь Объекты Не Связанные Друг С Другом Располагать Подальше Связанные Поближе Есть Еще Близкий К этому Так Называем Закон Фитца Закон Очень Много Лет Еще До Интернета Он Был Придуман И Он Говорит О том Что Есть Прямая Зависимость От Того Как Быстро Вы Попадете В Цель В Зависимости От Того Как Далеко Она Расположена И Как Какова Каков Размер Мишени То Если Говорить Простым Языком То В Большую Кнопку Попасть Проще Все Это Высчитывается В Зависимости От Элемента Если Мы Перенесемся С вами В Интернет Вот Смотрите Есть Монитор Есть Манипулятор Типа Мыш Скажите Мне В какую Точку Попасть Быстрее Всего Ты Можешь Не стесняться Говорить Громче Был Вариант В Центр Экрана Как Вы Думаете Как Быстро Человек Попадет В Центр Экран Вот Давайте Нужен Сначала Одна Самая Точка В Быстрее Всего Попасть Вообще Правильно Да Быстрее Всего Попасть Прям Там Где У Вас Расположен Курсор И Даже Была Такая Функция В В Виндовсе Раньше Что В Активном Окне Курсор Сам Ехал На Кнопку Если Она Была Единственной Активной Как Правильно Сказали Сзади Следующие Четыре Точки Это Углы Монитора Потому Что То Расстояние За Которое Можете Мышью Махнуть Туда В угол Вы Провели Гораздо Дальше А она В углу Остановилась Потому Что Это Тупик Соответственно Например Если Расширить Это От Точек До Каких Линеек То Можно Понять Что Область Сверху Снизу И По Правой Левой Границе Это Та В Которую Можно Быстро Попасть Особо Не Запаривать С Прицеливанием Вы Просто Махнули Мышкой Она Приехала К Правому Краю Именно Поэтому Например На Маке Будет Не Видно Если Вы Откроете Приложение Даже В маленьком Окне Меню У него Всегда Прибито К Верхней Панели Это После Винды Вообще Дико Неудобно Поначалу Но Потом Ты Привыкаешь И Очень Быстро Можешь Уехать Тут Можно Развить Такой Холивар Что Если Нужны Большие Кнопки Давайте Их Делать До Беспредела Большими Это Не Так Потому Что Если Посмотреть На Попасть В точку В один Пиксель Очень Сложно В 10 Пикселей Ну Условно В 10 Раз Проще А в 100 Пикселей Тоже Будет Примерно В 10 Раз Проще То есть Нет Уже Такой Разницы Поэтому Можно Говорить О том Что Есть Какое-то Мелкое Значение Для Кнопки В Которую Тяжело Целиться Есть Достаточно Не Надо Раздувать Все До Каких Невидимых Высот Если Тогда Вы попали Но Так как Вы Программист И будете Наверняка Что-то делать На фронт-энде Гораздо Лучше Делать Кликабельную Всю Строку Несмотря На то Что Там Текста Вроде Нет Но Вы Уже Попали Не Надо Заставлять Пользователя Ехать До Самого Текста Задачка Это Просто Первое Меню Которое Вчера Нашел Видите Квадратики Расположены Внизу В принципе Все как Надо Вниз Вам Очень Быстро Приехать Как Сделать Это Меню Еще Удобней Используя Те небольшие Знания Которые Я вам Точно Рассказал Что Надо Сделать С Этими Квадратами Самый Низ Будем Считать Что Они В самом Низу Ну Это Позволит Нам Воспринимать Как Единое Целое Единое Меню Окей Я хочу Чтобы Проще Было В них Вопасть Вот Правильно Их надо Увеличить Так Чтобы Каждая Из них Занимала Максимальную Область Внизу По Горизонталью Я не знаю Почему В маке Этого Не сделано Но Когда Вы набиваете Полный Док Иконок Чем Больше Иконок Тем Сложнее В итоге В них Попадать Они Не Растягивают На весь Экран Следующее Следствие Это Вы Наверняка С этим Сталкивались И Если Вы Будете Когда Делать Меню Которое Выпадает По Наведению На Пункт Знаете Навели Вывалилось Как Только Вы Хотите Найти Пример Так Себе Интерфейса Идете На Самые Большие Порталы МТС Мегафон Сбербанк Где Больше Бюрократии И Где Куча Специалистов Они Придумали Это Все Клево Но Пока Это Дойдет До Изполнители Половина Идей Теряется В чем Здесь Проблема Когда Вы Навели На Пункт Аксессуары Если Вы Захотите Выбрать Внешние Аккумуляторы Которые Находятся Там В левом Углу Вы Начнете Вести Мышкой И Как Только Фокус Выпадает Из Этого Окна Меню Скрывается Это Бесит Неимоверно Амазон Нашел Для Этого Решение Это Сделали Математический Обсчет Основной Траектории И Сделали К нему Допуск И Позволили Пользователю Вести В пределах Этой Траектории Не Закрывая Окно Они Действительно Проанализировали Количественно Некачественно На своих Тестированиях Как люди Ведут Мышкой И что Они делают Для того Чтобы Достучаться До Нужного Пункта И Перестроили Как раз Джейс Алгоритм Показа Этого Меню Закрывалась На самом деле Это сделано И на зоне И в маковском Меню То есть Когда вы Ведете Грубо говоря Не по вертикали Вниз А как только Он понимает Что вы Идете По диагонали Он не Скрывает Менюшку Когда Все работает Как надо Вы этого Не замечаете И не беситесь Это клево Но вот Такое поведение Буа Тут Виктор мне Показывает Какую-то магию Не Ну вот смотри Сейчас мы С ним здесь Поиграем Да не в этом Вот смотри Здесь выпадает Ты вот так вот Можешь ездить И то Вот Чтобы вы не думали Что я про мегафон Плохого мнения Берем МТС Открываем Здесь о чем я спрашиваю Рассказывал вам сегодня Сразу он спрашивает меня Вы находитесь В Москве Или в Подмосковье Мое естественное желание У меня мышка Я не помню где была Но где-то внизу Нажать на Изменить регион Я не Как бы не параноик Я не веду ее еле-еле Да Первое мое движение Мне надо ее привести Вот куда-то в эту область Я так сделал И моментально Я увидел меню Финансовые услуги Платежи Возвращаемся Я просто чуть-чуть Переехал эту кнопку И попал туда Это вчера я нашел Абсолютно случайно Это не выдуманный кейс Хотел вам скриншот сделать И очень долго угорал Как клево все получилось Зайдите Попробуйте И там надо реально постараться То есть собраться И прицелиться Едем дальше Зачем нужны ссылки Кнопки И прочие контролы Действий То есть Когда-то была Такая целая тенденция К тому что Убираем все Например Метро стиль В Виндовс мобайле Когда они Отказывались от контролов Мотивирует это тем Что Ну это же естественно Если человек хочет узнать Что-то подробнее Об объекте Ему больше делать нечего Кроме как ткнуть у него Но дело в том Что многим надо понять Что там можно ткнуть Почему я вернулся К этому примеру Каждую из этих новостей Можно почитать подробнее Но когда мы тестировали Это в лаборатории Большинство людей Воспринимают это Как конечный продукт Они смотрят Думают Что это вся новость Там нету никакого продолжения Они просто пролистали Говорят Ну нормально все Поэтому Когда были Альтернативный вариант С кнопкой читать подробнее И многие переходили Действительно Почитать подробнее Что-то посмотреть Нет кнопки Никто ничего не делает Еще один такой есть Миф о том Что люди ничего не читают Вообще слова можно не писать Это пример прямо из моей рабочей практики Там вот Как я вам уже рассказывал Я занимаюсь четвертой колонкой Справа от основного контента У нас расположены Вот там люди Покрупнее покажу Было написано Что вот Леонид Ивахов Зашел на сайт Катя зашла на сайт Все зашли на сайт Там можно нажать на конверт И пойти написать им сообщение Мы по воле умного человека Вместо войти на сайт Написали написать сообщение То есть какой-то призыв к действию Это графики того Как изменились клики Просто в эту карточку Не то, что в значок сообщения Просто не поменялись лица Не поменялось ничего Кроме того, что мы Одну фразу поменяли на другую Это где-то там Плюс 15% перероста кликов людей То есть они понимают Что нас ждет И как бы Знают, что им надо поделать Дальше Витя Чуть подробнее расскажет Про всю эту штуку Ну с научной точки зрения Чтобы я вас не задаю Тут лебедевщины Да, значит Возможно Вы знаете, что в английском языке Есть глагол to afford Но как бы английский язык Так устроен, что От любого глагола Можно сделать существительное И так получилось Что от этого глагола Никакого существительного не было И в 1977 году Американский психолог Джеймс Гибсон Предложил, что Давайте будем использовать Слово affordance Который как раз И будет подразумевать Ту возможность Которая Имеется в виду В глаголе To afford То есть Если глагол означает Давать возможность Так давайте пусть Это будет слово Для возможности Вот И Он Решил применять Это слово Именно К Предметам Окружающего мира То есть Он В своей теории Говорил о том Что Каждый предмет Несет в себе Собственно говоря Какую-то функцию Для нас И Мы эту функцию Считываем Вот Действительно Он правильно заметил Что человек Способен считывать функцию Зависит это От многих факторов Вот Например Например Мы в состоянии понять Что с помощью Молотка Мы можем забить гвоздь И Что интересно Что мы очень хорошо знаем Размеры своего тела В частности Там При росте молотка После Некоторого размера Мы в состоянии понять Что с помощью Такого молотка Например Мы уже не сможем Забить гвоздь У нас возникает К нему другое Форденс Давайте Сфотографируемся С ним Вот И Мы настолько хорошо знаем Размеры своего тела Что в состоянии Выбрать оптимальную Лестницу С точки зрения Энергетической нагрузки Как бы Это все происходит Для нас прозрачно Мы просто идем туда Например Вот проводили эксперимент Американские психологи Давали человеку На выбор Несколько лестниц И люди выбирали Именно лестницу Которая оптимальна С точки зрения И физических показателей Именно его тела На взгляд Вот И Собственно говоря Помимо Того Что мы Вот в общем Хорошо представляем Как Как устроены мы Мы еще хорошо Представляем Как устроен Окружающий мир И Как заметил Дональд Норман Который ехидно Улыбается Здесь в углу Мы Знаем О функциях И свойствах Примерно 20 тысяч предметов Окружающего мира Притом Понятно Что Не со всеми из них Мы в жизни Взаимодействовали Очень часто Применяется Эмпатия Там Именно Эмпатия С другими Когда мы Например Видели Как взаимодействовать С каким-то Предметом Но я думаю В общем Не все Здесь стреляли Из пистолета Но Все Наверное Смотрели Какие-нибудь Американские И даже Не дай бог Русские Фильмы В которых Люди Стреляют Как бы И Вы наверное Представляете Что Как бы С пистолетом Делать Даже если Точно Не знаете Где у него Предохранитель И что делать Наверное Представляете Что есть Курок И в общем С помощью него Можно стрелять В общем Действительно Человек в состоянии Понять Что кнопка Это кнопка Что переключатель Это переключатель Что кнопку Надо нажимать И переключатель Дергать вверх Вниз И соответственно На этом знании Это знание Имплицитно Как мы В прошлый раз Изучали Что В общем Люди зачастую Не могут объяснить Откуда оно взялось Почему они так думают Но они этим знанием Тем не менее Обладают И на том Что люди Этими знаниями Обладают Построено Очень много Интересных Моментов В интерфейсах Ну и соответственно Здесь же кроется Достаточно большой Пласт ошибок Вот например Да Здесь у меня К сожалению Попробую Рассказать Что это такое Это тепловая карта Из Яндекс.Метрики Вот Яндекс.Метрика Позволяет Понять Куда человек Кликает И все такое На одном из сайтов Которые я проектировал В своем далеком Прошлом Был такой Раздел Который обозначал Что там что-то Подключить очень просто Он звучал Как включил И работает Здесь Рассказывается О том Как все просто сделать И была вот такая Кнопочка Аналогичная Кнопке Пауэр Во многих устройствах И она ничего не значила Это просто картинка Но когда мы посмотрели Клики в Яндекс.Метрики Мы увидели Что на нее идет Достаточно большое количество Кликов Которые являются В общем Паразитными кликами Которые как бы Не ведут Никакому действию Ни пользователей Ни сайта Но в общем Которые тем не менее Есть О чем это говорит Что пользователи Даже не знают Для чего это делать Но так как Есть кнопка Которая они знают Что нажимается То она как будто Манит их Что давай нажми меня Вот это Это свойство Можно использовать С одной стороны С другой стороны Надо понимать Что это свойство Может быть и вредным И вам нужно быть Очень аккуратными Чтобы вставлять кнопки Только там где нужно И элементы нажимабельные И не добавлять их Там где не нужно Вторая Интересная штука В этом Это то что есть Так называемая Интерференция Ну с этим словом Я думаю вы знакомы Из курса физики Ну как бы на самом деле Интерференция Она встречается В куче То есть это Такое более системное Понимаете Она встречается В куче разных Областей Вот в частности Здесь мы можем Говорить о Такой Интерференции Именно Применительно К интерфейсным Объектам Вот все знают Наверное Интерфейс Gmail И в нем Есть кнопка Ответить И есть кнопка Назад Ко всем Письмам Вот эти две Замечательные Кнопки Ну соответственно В тот момент Когда у пользователя Формируется Какая-то потребность Например Ответить на письмо То очень высока вероятность Что если он не является Активным пользователем Это скорее Эпизодическим Да То есть у него Не выработаны Четкой привычки То высока вероятность Что он эти две Кнопки перепутает Потому что Они обе являются Кнопками Они обе Примерно Соответствуют Тому что Ну соответствуют Его потребности А в тот момент Когда происходит Этот мэтч Да Состыковка Его потребности И там Примерного представления В визуальном объекте То пользователь Уже больше никуда Не смотрит Ведет туда мышку По закону ФИЦа Попадает И нажимает И оказывается В списке Всех своих писем Вместо того Чтобы ответить Вот Поэтому тоже Как бы Маленький совет То есть После того Как вы Спроектировали интерфейс Можно быстро Пробежаться По основным действиям И посмотреть Нет ли Скажем так В этом интерфейсе Объектов Которые начинают Друг другу Во время Этих сценариев Противоречить Такая история Ребята Не делайте Одинаковых Кнопок Смотрите Ну и на закуску Так время у нас Закончилось Но мы не можем Уйти Не дорассказав Презентацию Пару слов О типичных Контролах Которые встречаются Почти везде Раз уж мы много Говорили сегодня О всяких каталогах И списках Для того Чтобы посмотреть Много товаров Есть два подхода Первый Это когда Вы применяете Так называемую Паджинацию Когда элементы Разбиты на страничку И внизу Вот тут Такой скромный Переключатель Что вы можете От первой До сто десятой Страницы Полистать И спокойно Перебирать Пуховички Либо вы можете Взять И повесить Так называемый Бесконечный скролл Когда у вас Выдача вся Вы сидите Интернета много Скроллите 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 Какой вариант Удобнее Как вам кажется Первый Опять Былокационный Допрос Первый удобнее Чем удобен Бесконечный скролл Чем Чтобы можно Встать 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 И нажимать Еще раз Нужно Надо Нихуда Встать 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 На самом деле В ваших Ответах Было больше Глубины Чем вы сами Думаете Ты правильно Скроллить 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 Именно поэтому Во всех лентах Во всех социальных сетях Не дай бог Потому что Тебе надо будет Прицелиться И куда-нибудь Переключиться Для нас Это геморрой Нам надо Чтобы ты сел И вот так Сделал Как сказала Скроллю 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 Лайкаю Все нормально Не переключая Странички Есть Действительно И вот я Витя в перерыве Рассказывал Что мне Обращались Наши пользовательницы Говорят Вот у меня альбом В ней куча гифок Я не могу До дна доскроллить А так бы я сразу Бац Наконец Переключилась Я помню Что у меня На 60 странице Эта гифка есть В принципе Проблему запоминания Элементов Решают Добавление В избранное Либо в какое-то сравнение Но действительно Есть какие-то штуки Особенно Это касается Документов Когда вам надо Другому человеку Сказать На что обратить внимание Что посмотри На 30 странице Там 5 Предложение сверху Это гораздо лучше Чем он будет скроллить Хотя можно там Пронумеровать страницу Проблема-то Да Здесь какая Что допустим Я говорю Да Там Посмотри на 30 странице Какого-нибудь форума Он да Конечно Через 2 дня залезает Нагенерит Еще 50 сообщений С тех пор И он уехал На 33 странице И все Как бы на 30 Уже не найти Да То есть Как бы это известный минус То есть Той же погенации Что любое перестроение Там любое добавление Чего-то в начало Очень здорово Аффектит Всю структуру Ну Если вы вдруг Придумаете его использовать Он еще хорошо Раньше говорили Что если у людей Медленный интернет То точно надо погенацию Потому что Бесконечный скролл Сами понимаете Он много жрет И чтобы он хорошо работал Чтобы вам не надо было ждать Пока следующая страница Подгрузится Нужен достаточно хороший канал То есть Есть случаи В которых надо делать погенацию И Я видел только один пример Хорошего решения Этого контрола Потому что Вот такой вариант С раз-два Многоточие Сто восемнадцать Вызывает некоторые трудности С попаданиями на тридцатую страницу Проще нажать на вторую Потом в ссылке Два поменять на тридцать Это нормально Все так делают Но моей маме Пришлось бы там Жрать дальше 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 Есть Так называемый Вот я даже напишу вам Коробос.ру Бесплатная штуковина Можно брать и вставлять Попробую описать Как это действует Здесь показано Все множество страниц Снизу есть ползунок Который ориентирует вас Примерно То есть Вы попадаете в тот порядок Который вам нужен А потом точно Прицеливаетесь в ту страницу В которую Хотели попасть Это тяжело воспринимать На статичном рисунке Там у него Прямо на сайте Есть примеры Если подвигать Попробовать Очень клево Кайфово работает Я до сих пор не знаю Почему люди Старые используют Они берут это Если хочешь попасть На последнюю страницу Со самым дорогим продуктом Должен что-то там построить Попасть в эту тонкую фигню Ты просто берешь ползунок Двигаешь Прямо в самое право Вот так вот Ползунок еще попасть надо Он же небольшой Давай вернемся Вот к этому Здесь проще Именно в твоем случае Когда попасть в последнюю Наверное да Я бы сказал Мне чаще всего надо Действительно попасть Или на первую Или на последнюю страницу Но статистически Вы когда Заходите на сайт Вы обычно смотрите Или самое дешевое Или самое дорогое Даже сортировка так идет Если бы это было статистически То были бы уже решения Бесконечный строл Тебя-то вообще похоронят То есть До конца И ты сидишь такой Бесконечный строл Как раз нормально Когда Тебя строл От дешевого Да Это если ты умный И предусмотрел Сортировочек В общем понятно Что здесь есть и плюсы и минусы Но вот из такого Бюджетного решения Бесплатного Прям рекомендую И последний такой Небольшой вопрос Есть такой контрол Как выбор даты Он очень часто встречается В разных полях И все берут Ну мне кажется Зачастую Самый первый попавшийся Вот я вам покажу Можно взять календарик Можно взять Три выбирашки Можно взять Поля Которые человек Может заполнить сам Когда какое использовать Как бы вы Стали принимать решение Если это ближайшие даты То календарик Наверное А если идет речь О своей дате рождения Или там какой-то Семьдесятый Там лучше использовать Три поля Потому что Ты можешь Наверное Очень тяжело Скрутить туда назад Куда-то далеко Или вперед далеко Да Это прям чувствуется Человек когда-то пробовал Ввести Там я свою Удобно так Сверху Есть такая же штучка Как справа И можно выбрать Удобно совмещено Неудобно Потому что Ничего не понятно Не, ну можно Здесь еще есть такое мнение Что Надо еще думать Март это какое число Что если ты Можешь все операции Совершить мышкой То тебе Чтобы не переключаться На клавиатуре Проще там в календарике Ткнуть Есть действительно Важно понять Какой это день недели Например Если вы покупаете Те же самые билеты На поезд То лучше сразу Ориентироваться Пятница это или нет Как вы правильно сказали С даты рождения То ее проще Либо выбирать Вот В трехзначном Либо вводить ручками Если у вас ручки есть Вот На этом сегодня Мы закончим Потому что И так уже Что-то исчерпали Времечко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Продолжение следует...